Пряники тульские, вяземские, городецкие. В Архангельске по сей день хозяйки пекут козули из смеси разных сортов муки. И роспись осуществляется глазурью из яичных белков. Назывались козули, потому что лепились обычно либо в виде животных, всяких козочек, лошадок, оленей, либо в виде птичек, либо женского какого-то образа. Вот. Сейчас, конечно, смысл уже не терялся в толще времени, но все равно это приятная традиция, когда можно собраться всей семьей и раскрасить собственноручные печеньки и кому-то их подарить. По сути, под роспись подойдет любое печенье. Но если уж соблюдать традиции, то идти нужно до конца. Пряничных дел мастера уверяют, что все русские расписные пряники отличаются вкусом жженого сахара. Также обязательно в рецепте присутствуют несколько видов специй. Они придают аромат и продлевают срок хранения. Глазурь – это обычная сахарная пудра, яичный белок с добавлением красителей пищевых. Можно добавлять красители пищевые, можно делать просто белой глазурью по белой глазурью. Очень красиво смотрится. Или можно добавлять сок ягод или сок овощей, например, свеклы, моркови. То есть такой натуральный краситель? Натуральный краситель, да. Признаться, украшать печенье глазурью мне пришлось впервые. Занятие это оказалось совсем несложное. Даже если вы совсем не умеете рисовать, звездочка или снежинка, у вас обязательно получится. Глазурь не растекается и хорошо держит форму. Если раньше рисунку придавалось большое значение, то сегодня фантазировать на прянике можно, как вашей душе угодно. Просто зависит от праздника. Пасха, значит, яички, если Новый год, ёлки. Можно с детьми выпекать, можно выпекать к днерождению, можно каждому свою печеньку сделать. Невестам на заметку. Печенье с белой глазурью можно подарить гостям на свадьбе. В Архангельские тули, например, наверняка так и делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова